На протяжении двух дней на площадке Казанского университета проходила 14-я международная научно-практическая конференция «Державенские чтения», которая организована Всероссийским государственным университетом юстиции и Казанским федеральным университетом. Итоги работы 12 ее секций подвели 14 сентября во время итогового заседания. Участники конференции единогласно отметили ее нестандартный подход и характер, выходящий далеко за пределы императорского зала КФУ и аудиторий. Мероприятие с каждым годом получается все лучше и лучше. Уже поступают предложения модернизировать, сделать его интереснее. Мы сейчас над этим работаем, ждем ваших предложений. Участие в подведении итогов 14-й международной научно-практической конференции «Державенские чтения» принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Все труды, которые были разработаны в секциях, они обязательно лягут в основу того сборника, который по итогам этой конференции будет издан. Итоговая резолюция конференции будет исключать выводы каждой из площадок, а то же предложение, сделанное во время культурной и образовательной программы. Я считаю, что конференция наша была посвящена тем вызовам, которые есть сегодня в нашей реальной жизни. Она не надуманна. И вот результаты круглых столов тоже говорят об этом. В следующем году участники конференции увидят седьмой том переизданных произведений Гавриила Романовича. Смогут увидеть отреставрированную часовню, кафедру религиоведения Казанского университета и вновь погрузятся в обсуждение современных проблем, рассмотренных через призму жизненной философии и принципов первого министра юстиции России Гавриила Романовича Державина. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюс.